Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Гуманитарную помощь жителям Украины может оказать каждый. Пункт приема работает ежедневно с 9 до 18 часов в школе номер 2. Грант губернатора Кубани получил Анапский детский садик номер 16 «Пчелка» за инновационные программы воспитания и образования дошколят. Подведены итоги 12-го всероссийского фестиваля конкурса «Синяокая Анапа». Лекарственное обеспечение льготников, развитие системы электронного документа оборота, проблемы финансово-хозяйственной деятельности лечебных учреждений Анапы – эти и другие вопросы обсудили сегодня на совещании в администрации при главе города-курорта. В совещании с руководителями и главными врачами лечебных учреждений Анапы провел глава города-курорта Сергей Сергеев. Он лично контролирует выполнение муниципальной программы по развитию здравоохранения. По первому вопросу о финансово-хозяйственной деятельности лечебных учреждений докладывал начальник управления здравоохранения Вячеслав Ушаков. Совместно с главой города рассматривали, из чего складываются расходные и доходные части консолидированного бюджета отрасли. Оптимизация расходов – вопрос актуальный, но экономия не должна коснуться зарплат медработников, подчеркнул глава курорта. От начальника управления здравоохранения поступило предложение круглосуточный стационар терапевтического отделения перевести на дневное пребывание. С удовольствием ночуют дома. И вот это количество мы просто по ситуации обсчитали. Вот сегодня 40 коек, которые мы используем. Всего вопросов нет. Лишь, когда это было объективно, не в ущерб лечебного процесса. Еще одна тема совещания – продолжение информатизации лечебных учреждений и пополнение единой электронной базы данных. До конца года в базу данных планируется внести медкарты на 40% пациентов из числа жителей города-курорта. Но этого недостаточно. Нам надо выработать алгоритм действий, чтобы быстро внести. Врач должен нажать кнопку, у вас спросить фамилия и отчество, год рождения, исходные данные. Нажать кнопку, и ваша карточка должна появиться. Нам надо сегодня выработать механизм по скорейшему введению базы данных. Заполнение базы данных хотя бы на 70% позволит значительно ускорить работу медсотрудников. Сократятся очереди в регистратуру, и врач сможет принять больше пациентов. Кстати, в лечебных учреждениях Кубани, в том числе Анапы, записаться на прием можно через интернет и не стоять в очереди в поликлинике. Единственное условие, что, чтобы записаться, нужно, чтобы хотя бы один раз пациент побывал в этом учреждении, на него была заведена амбулаторная карта, актуализированы данные. После этого он может спокойно записываться через интернет, с планшета, со смартфона. Для этого нужно указать инициалы и электронный полис. То есть полис обязательного медицинского страхования, который получает страховую компанию. Эту информацию видит регистратор. Соответственно, на него уже будет готов талончик на прием. Он подходит к регистратору и берет талончик и идет на прием к доктору. На совещании также рассмотрели вопрос о государственном гарантированном обеспечении льготников. По территориальной программе пользуются более 14 тысяч анапчан. Из них более 500 детей. Обеспечение льготников медикаментами сохранится в полном объеме. В Анапе на базе школы номер 2 продолжает работу пункт приема гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Он работает ежедневно без выходных с 9 до 18 часов. Беженцам помогают предприниматели, жители и гости курорта. Сахар, консервы, вода, чай и предметы личной гигиены. В условиях вынужденного и спешного переселения украинцев из родных городов им сейчас необходимо буквально все. Полторы тонны груза. Здесь и продукты, и бытовые товары собрали предприниматели, работающие на центральном рынке курортной Анапы. Сегодня администрация центрального рынка совместно с торгующими предпринимателями центрального рынка собрали продовольствие в виде гуманитарной помощи для беженцев с братской нам Украины. Ни один торгующий, ни один предприниматель центрального рынка не остался в стороне. Груженую газель отправили в пункт приема гуманитарной помощи, организованный в школе номер 2. Телефоны оперативного штаба по оказанию гуманитарной помощи гражданам, покинувшим территорию Луганской и Донецкой областей Украины, 3-15-61 и 4-57-81. Код города Анапа – 861-33. Телефоны на ваших экранах. И к другим темам. Детский сад номер 16 «Пчелка» стал победителем краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и получил грант губернатора Краснодарского края. Особенности инновационной программы в сюжете. Путь к победе в краевом конкурсе с программой «Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной и коррекционной работы» с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудники детского сада компенсирующего вида начали в 2009 году. Вышли на федеральную стажировочную площадку, стали базовым учреждением по внедрению инновационного опыта. Когда мы стали набирать этих деток с самым тяжелым диагнозом – ДЦП, мы интуитивно стали понимать, что мы не можем их изолировать и создавать для них специальные группы, в которых они бы были сами по себе, все такие же, как и они. Особенность программы – объединение и взаимодействие детей в группе. Играют вместе детки с патологиями развития и без. Опыт общения с ровесниками неоценим. Социализация детей проходит намного быстрее. Алексея Выпридского взяли в группу кратковременного пребывания в 2 года 9 месяцев. Он не мог ходить и разговаривать. В этой группе мы находились вместе с ребенком. Здесь проходили занятия. С ними занимался воспитатель-дефектолог, логопед, психолог. И когда уже ребенок был готов идти в группу, это, наверное, через год только. Его уже стали брать на полтора часа, на два часа. Через год он уже начал ходить полный день. Теперь малыш играет со всеми. Успехи детей – заслуги педагогов. Занятия проходят на современном интерактивном оборудовании – уникальном комплексе тренажеров для детей с ДЦП. Он сочетает в себе необходимое качество для работы с нашими детьми, потому что здесь идет коррекционная направленность работы вместе с обучающими какими-то моментами в игре. Дети играют на тренажерах, прыгают, крутят педали. Скачут на тренажере лошадка. Все движения автоматически показаны на экране. Малыши сами решают, как пройти препятствия на пути. Интерактивная тумба проецирует изображение на ковер. Дети выполняют задания в удобном положении, могут ползать, сидеть за партами пока сложно. Собирают пазлы на интерактивном столе. Интересно, познавательно и весело, потому что все вместе. В пазлах много картинок. Вместе собирают легче. Переверни вот сюда. Таких игрушек станет больше. Программа детского сада стала лучшей из 60 учреждений. Педагоги часть денег гранта губернатора Кубани направят на тираж методического материала и развития программ. Поделятся опытом с коллегами за пределами края. Часть средств пойдет на приобретение современного интерактивного оборудования. С той целью, что мы четко понимаем, что вот эти детки, наверное, как никто другой, эти наши особы, должны знать это современное оборудование, должны уметь заниматься, работать с ним. Главная составляющая успеха – взаимодействие с родителями. Наши главные помощники – это родители. Они проводят с детками мастер-классы, то есть обучают детей тому, что они умеют сами делать. Это и плести, и делать какие-то поделки из ракушек, из бумаги. На территории детского садика дети сами посадили цветы, ухаживают за огородом, поливают растения. Ухаживают и за деревьями. Здесь заведена традиция. Каждый год выпускники сажают ель. На газоне растет свой сосновый бор. Малыши все делают вместе. Именно на этом базируется успех программы. Подведены итоги 12-го Всероссийского фестиваля конкурса «Синёк» и «Анапа». Анапчане – среди победителей конкурса «Талантливых детей». Торжественная церемония награждений и закрытие фестиваля подробно в сюжете. Победители дипломантов фестиваля «Синёк» и «Анапа» по итогам пяти дней конкурса наградили на сцене городского театра. Парад творческих коллективов и участников солистов зажег новое созвездие, где ярко блеснули таланты в скором звезды больших сцен. Инструментальное прикладное творчество, академический вокал. Одаренные дети всей страны воспользовались минутами своей славы в Анапе, чтобы заявить на всю страну и членам жюри конкурса, именно они достойны победы. На полу две матросы, танцуют матросы, и повторяй за ними, и в таре простой. А в небе аль матросы, летят аль матросы, они кричатом светом, на них тень и стой. Первые минуты славы под пристальным вниманием зрителей, фотографов и операторов. Каждое движение, испетое на сцене нота – культурная ценность. Гран-при фестиваля взяли Юграшки, студия эстрадного танца из Краснодара, и ансамбль «Полдень» из Курска. Курские соловьи на сцене Синёха и Анапы принимают ваши аплодисменты. Дорогие наши друзья, мы рады вручить вам этот замечательный диплом. Он, видите, гораздо больше, чем простой диплом. Его видно издалека. Кроме того, вот этот кубок, он большой, он очень весомый, и он из натурального камня. Его подставка из натурального камня. Пожалуйста, примите этот кубок. И ещё, есть специальный подарок. Я открою вам секрет. Члены жюри решили, что в следующем году они будут готовы учредить специальную возрастную категорию для того, чтобы иметь право биться за такие призы и подарки. Вы становитесь обладателем вот этого персонального компьютера, ноутбук фирмы «Асус». Аплодисменты! Участники конкурса из Владимира, представляющие вокальный проект «Музыкальный фрегат» Валерия Беличенко из города Крымска и Даниил Абдурахманов из Мурманской области уже точно знают, где будут отдыхать летом 2015 года. Ребята получили специальные призы от главы курорта Сергея Сергеева сертификаты на гарантированный отдых в культурно-оздоровительном центре премьера. 12-й всероссийский конкурс синего Каянапа в очередной раз защитил свой воспевающий дружбу гимн. Я называю это «конкурсом дружбы». И действительно, этот девиз в этом году вновь полностью себя зарекомендовал с лучшей стороны и подтвердился. Потому что встречались ребята, которые приехали из Заполярного круга, из Толнаха, Норильск, Красноярского края. Приехали из Новосибирска, из Кургана, Свердловская область, Мурманская область, Ленинград, Курск, Орел, Белгород, Владимир. Ну, интереснейшая география. Я видел, как за кулисами они распевались вместе у рояля. Я видел, как они потом поддерживали и болели друг за друга, стоя опять же в кулисах, ожидая своего конкурсного выступления. И слова из песни «Подружила нас синёка» и «Онапа» стали явью. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 4 июля в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 22-24, ночью до плюс 21 градуса по Цельсию. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова